Его появление на экране всегда вызывало особый трепет в женских сердцах. Красивый, элегантный, с чарующим акцентом и особым западным лоском. Его называли главным любовником советского кино. Многодетная рижская семья. Отец-автомеханик, мама-домохозяйка. С детства помогал отцу, научился слесарному делу, позже освоил ремонт вычислительной техники, но главным увлечением была музыка. Театральный факультет Латвийской государственной консерватории, которую успешно окончил в 1974 году, дебют кино в картине «Илга и Волга». Сыграл более чем в 120 фильмах, но звездная роль – это театр. Женат трижды, пятеро детей. Разводы объяснял просто – ушла любовь. Первая жена – Илга. Поженились в 1971 году. У них родились две прекрасные дочери – Уна и Елена. Уна уже подарила актеру внуков. С Илгой они прожили 20 лет, и вдруг брак треснул по швам. Красавец-актер серьезно влюбился в другую женщину. Был в его жизни страстный, то затухающий, то разгорающийся с новой силой роман – Елена Кайдулайнен. Ради возлюбленного она подала на развод, но он на это так и не решился. Отношения их распались, как распался и его брак. Аурелия. Она была моложе на 24 года. Ровесница старшей дочери Ивара. Познакомились на съемках фильма. На экране они играли пару, которая должна была изображать страсть. Когда он делал ей предложение, любимец миллионов женщин искренне верил в то, что проживет с ней много лет в счастье и согласии. Их называли самой красивой парой Латвии. В 1994 году у них родился сын Микус, но вместе прожили они всего 7 лет. О причинах развода актер говорил – надоели друг другу, наверное. Накопилось какое-то вранье и неверность. После второго развода решил, что для семейной жизни он не создан. Был уверен, что больше никогда не отправится в ЗАГС. Но на одной из вечеринок он увидел женщину, похожую на Мону Лизу. Она оказалась юристом со спокойным и милым характером и на 30 лет моложе. Поженились они только спустя 15 лет. Она так захотела. Ей нравились его ухаживания, поездки к ней, как к любимой женщине. Еще до свадьбы у них родилась дочь Луиза, а позже дочь Вивьен. Сейчас актер абсолютно счастлив. Да, в личной жизни меня трудно назвать ангелом. Хотя, если бы я встретил свою нынешнюю жену в молодости, уверен, она была бы единственной. С двумя первыми женами артист остался в прекрасных отношениях. Я ни о чем не жалею. Все мои дети родились в любви. Причем любовь была искренней и взаимной. А жаль только того, что эти прекрасные чувства через какое-то время куда-то уходят. И я не знаю, почему так происходит. Он увлекается живописью, спортом. Но хобби собирает настоящие музыкальные инструменты. После вторжения России в Украину актер осудил агрессию Кремля и отказался от участия во всех российских проектах. С Россией я закончил все отношения. Интересный, талантливый, с аристократической внешностью актер востребован и полон сил. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!